Жан-Поль Сартр Вместо Бога ничто? Жан-Поль Сартр 1905-1980 был, пожалуй, наиболее заметным представителем экзистенциализма в 20-м столетии. Ученик. Декарт и Лейбниц полагали, что до сотворения мира в уме Бога уже было представление о человеке, подобно тому, как машина существует в уме конструктора еще до ее создания. Сартр возражает против этого. В работе под названием «Экзистенциализм – это гуманизм» он пишет, «Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен. Он учит, что даже если Бога нет, то существует, по крайней мере, одно бытие, у которого существование предшествует сущности. Бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием. И этим бытием является человек. Или, по Хайдегеру, человеческая реальность. Прабхупада. Но откуда взялась человеческая реальность? Кроме того, существуют и другие реальности. Почему он выделяет только человеческую? Ученик. Что касается происхождения человека, Сартр говорит, что человек был заброшен в мир. Прабхупада. Заброшен кем? Слово «забросить» подразумевает, что есть тот, кто забросил. Ученик. Это Сартра по большому счету не интересует. «Экзистенциализм не настолько атеистичен, чтобы с пеной у рта доказывать, что Бога нет», – пишет он. «Скорее экзистенциализм провозглашает, что даже если бы Бог существовал, это ничего, абсолютно ничего бы не изменило». Такова наша точка зрения. Это не означает, что мы верим в существование Бога. Просто суть вопроса не в этом. Прабхупада. «Но если существуете вы и существуют другие, то почему не может существовать Бог? Зачем отрицать Бога и его существование? Позвольте существовать всем». Ученик. Сартр считает, что человек был отвергнут и заброшен в этот мир, поэтому Бог для него мертв. Прабхупада. «То, что человек отвергнут Богом, еще не значит, что Бог мертв. Вы должны признать, что обречены на пребывание в материальном мире. Но из этого не следует, что Бог тоже обречен. Бог всегда пребывает на Вайкунтхе. Он не умер». Ученик. Сартр считает, что поскольку мы отвержены, нам следует полагаться только на себя. Прабхупада. «Но Бог не отвергал нас? Бог не питает ни к кому пристрастия. Неверно думать, что к одним он благосклонен, а других отвергает. Если вы чувствуете себя отверженным, значит, сами сделали что-то, что привело вас в это состояние. Если вы исправитесь, он снова будет благосклонен к вам. Ученик. Однако Сартр отрицает существование Бога и особенно Бога как личности. Это видно из его главного труда «бытие и ничто». Прабхупада. Но отрицание должно строиться на логике и здравом смысле. «Зачем упоминать слово Бог, если Бога нет? Бог есть, но Сартр отрицает его существование. Это нелогично. Зачем вообще упоминать слово Бог? Он просто не хочет, чтобы Бог существовал. Ученик». Сартр обходит этот вопрос стороной. Его цель – сосредоточить все внимание на человеке, на человеческой реальности. Прабхупада. «Если вы верите в свое существование, то почему бы не поверите в существование других? Есть 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, существующих в разнообразных формах. Почему бы и Богу не существовать? По ведическим представлениям, Бог тоже живое существо, но он отличается от остальных тем, что он главное, верховное живое существо. Согласно Бхагавадгите, 7.7, «Маттах параторам наньяд» – нет никого выше Бога. Мы знаем по собственному опыту, что всегда есть люди более разумные, чем мы. Бог же – это высший разум. Почему не может существовать тот, кто превосходит по разуму всех? Слова «если Бог существует» неуместны. Бог должен существовать. Шастры описывают его как величайшую личность, как сверхсильное и сверхразумное существо. Мы видим, что в этом мире все существа находятся на разных уровнях. Существуют разные степени совершенства. Это свидетельствует о том, что должен существовать кто-то величайший, и если мы зададимся целью узнать, кто в наибольшей степени наделен богатством, разумом, силой, красотой и так далее, то обнаружим, что Бог обладает всеми качествами в превосходной степени. А любое другое живое существо обладает его качествами лишь частично. Исходя из всего вышесказанного, есть ли хоть какая-то логика в отрицании его существования? Ученик. Согласно Сартру, вечный принцип экзистенциализма – человек таков, каким он сам сделал себя. Это утверждение истинно только в том случае, если нет Бога, задумавшего природу человека. Прабхупадан. Если человек таков, каким он сам себя сделал, то почему же человек до сих пор не стал сверхчеловеком? Если его способности совершенно не зависят от кого-то еще, почему он остается в своем нынешнем состоянии? Ученик. Этот же вопрос интересует и Сартра, поэтому он подчеркивает ответственность человека. Но если существование, пишет он, действительно предшествует сущности, то человек ответственен за то, что он есть. Таким образом, первым делом, экзистенциализм побуждает каждого человека осознать, кто он такой, и возлагает на него полную ответственность за свое существование. Прабхупада. Если на человеке лежит эта ответственность, кто же возложил на него эту ответственность? Что он имеет в виду под ответственностью? Вы чувствуете ответственность перед тем, кто возложил на вас определенные обязанности. Если нет обязанностей, или того, кто следит за их выполнением, откуда же взяться ответственности? Ученик. Сартра считает, что эта ответственность лежит на человеке тяжким грузом. Человек мучится и беспокоится от того, что волен менять себя и мир. Прабхупада. Значит, человек находится в затруднительном положении. Он хочет мира, но не знает, как его достичь. Но это не значит, что обрести умиротворение невозможно. Это невозможно лишь для человека, пребывающего в невежестве. Ученик. Беспокойство порождается ответственностью. Человек думает, что, чтобы наслаждаться, он должен сделать правильный выбор. Если же выбор окажется неверным, то ему придется страдать. Прабхупада. Да, ответственность имеет место. Но почему бы не воспользоваться этой ответственностью и не перенестись в безопасное место, где нет тревог? Безопасное место, где нет тревог, называется Вайкундхой. Конечно, вы можете не знать, где находится такое место, но если оно есть, то почему бы не спросить того, кто знает. К чему постоянные тревоги и разочарования, слово Вайкундха означает лишенное тревог? Ученик. Сартр полагает, что задача экзистенциализма – дать человеку возможность осознать себя и возложить на него полную ответственность за существование. Но когда мы говорим, что человек ответственен, это не означает, что он ответственен только за самого себя. Он отвечает за всех людей. Прабхупада, предположим, я хочу облагодетельствовать вас, но вы свободны, и свобода означает, что вы можете принять, либо отвергнуть мои добрые намерения. Как я могу нести за вас ответственность, если вы не слушаетесь меня? Как вы можете отвечать за меня? Сартр заявляет, что вы ответственны за других, но если они не следуют вашим указаниям, как вы можете считаться ответственным? Его взгляды полны противоречий. Пока нет какого-то эталона, противоречия неизбежны. По ведическим представлениям, Бог – верховная личность, а мы должны быть его покорными слугами. Бог накладывает на нас какие-то обязанности, а мы ответственны за их исполнение. Истинную ответственность мы несем перед Богом. Если же мы отвергаем его, в обществе воцаряется хаос. Религия дает возможность избежать хаоса и принять ответственность перед Богом посредством выполнения долга. На нас возложена ответственность, и возложил ее Бог. Если мы, выполняя свой долг, развиваемся духовно, в конце концов мы будем жить в обществе Бога. Ученик. Сартра заявляет, что экзистенциалист на самом деле не склонен отрицать существование Бога. Скорее, экзистенциалисты обеспокоены отсутствием Бога, так как вместе с Богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в царстве идей. Если бы Бога не было, все стало бы возможно. Это исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если Бога не существует. Это значит, что он не понимает, кто такой Бог. Как мы уже много раз говорили, Бог – верховное существо, верховный отец, оплодотворяющий материальную природу бесчисленными живыми существами. Если мы признаем, что материальная природа – это мать, значит, должен существовать и отец. Поэтому в любом человеческом обществе существует понятие Бога-отца. Долг отца – содержать детей. И поэтому Бог содержит все живые существа во Вселенной. Эту логику невозможно опровергнуть. Ученик. Сартр, по крайней мере, пытается. Он пишет. «Поскольку мы отказались от Бога-отца, кто-то должен создавать ценности. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. И кроме того, утверждая, что мы создаем ценности, мы говорим лишь следующее. Жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы не начали жить, жизнь – ничто. Вы сами должны придать ей смысл. А ценность есть не что иное, как этот выбранный вами смысл. Прабхупада. И поэтому каждый волен выдумывать свой собственный смысл, смогут ли люди в таком случае мирно сосуществовать в обществе. Если у каждого будут собственные представления о жизни, гармонии не будет. А каковы его представления о правительстве в таком обществе? Ученик. В какой-то момент Сартр обратился к марксизму. Прабхупада. Но в коммунистических странах очень сильное правительство. Люди не могут жить без правительства, без руководства. Ученик. Сартр считает, что человек свободен независимо от формы правления. Фактически он утверждает, что человек обречен быть свободным. Такова его участь, от которой ему не уйти. Прабхупада. Если человек обречен, то кто обрек его? Ученик. Человек обречен на это случаем. Он заброшен в этот мир. Прабхупада. Разве случайно, что один человек обречен, а другой благословлен? Случайно, что один сидит в тюрьме, а другой нет? Что же это за философия? Такая, с позволения сказать, философия лишь сбивает людей с толку. Нет ничего случайного. Мы согласны с тем, что живое существо обречено жить в материальном мире. Но говоря об обреченности, мы также говорим о благословленности. Что же тогда представляет собой благословение? Ученик. Сартр утверждает, что человек обречен в том смысле, что он не может избежать свободы. Поскольку человек свободен, он несет ответственность за свои поступки. Прабхупада. Если вы несете ответственность, значит, ваша свобода не случайна. Если есть ответственность, значит, должен быть и тот, перед кем вы ответственны. Как можно быть случайно ответственным? Перед кем вы ответственны? Должен быть кто-то, кто осуждает или благословляет. Это не может происходить случайно. Его философия противоречива. Ученик. Природа человека – неопределенное состояние свободы. У человека нет определенной природы. Он постоянно творит ее. Прабхупада. Это значит, что живое существо вечно. Однако изменения, происходящие с живым существом, не случайны. Перемены в нем происходят под влиянием определенных законов. И свое тело оно получает в соответствии с кармой, а не случайно. Ученик. Определенной природы у нас нет в том смысле, что сегодня я могу быть счастлив, а завтра нет. Прабхупада. В какой-то мере это так. Оказавшись в открытом море, вы бессильны. Вас носят волны. Это означает, что вами управляет какая-то сила. Однако, находясь в лучших обстоятельствах, вы сможете овладеть ситуацией. Поскольку вы доверили контроль над собой материальной природе, вы действуете согласно ее гунам. Пракритих Криямана Ни, Гунаих Карманы Сарвашах, Ахан Карави Мудхатма, Карта Хамыти Манья Те. Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три гуны материальной природы. Бхагавадгита 3.27 Поскольку вы обусловлены, ваша свобода ограничена. Когда вы заброшены в океан материального существования, вы теряете свободу. Поэтому ваш долг освободиться. Ученик. Поскольку сегодня мы одно, а завтра другое, Сартр говорит, что наша сущность – это ничто. Прабхупада. Это справедливо в том отношении, что вы всецело находитесь во власти превосходящей вас силы, гонимой волнами Майи. Находясь в океане Майи, вы можете говорить «я ничто», но реально вы являетесь чем-то. И это что-то совершенно отчетливо откроется вам, когда вы окажетесь на суше. От безысходности вы начинаете полагать, что ваша природа – ничто. Но философия Сартра – это философия отчаяния. И мы утверждаем, что она неразумна, поскольку разум не приводит к отчаянию. Ученик. Хотя основа нашей природы – небытие, Сартр придерживается мнения, что человек сам выбирает или создает свою природу. Прабхупада. Это верно. Поэтому нужно сделать свою природу чем-то, вместо того, чтобы быть ничем. Однако научиться этому вы должны у того, кто находится на более высоком уровне. Прежде чем философствовать, Сартру следовало бы поучиться у сведущего человека. Таково предписание Вед. «Тадвиджнанартхам сагурум эвабхигачхэт самит панихш ротриям брахма ништхам». Чтобы постичь трансцендентную науку, человек должен смиренно обратиться к духовному учителю, знающему Веды и стойко преданному абсолютной истине. Мундака Упанишат 1.2.12. Ученик. Сартр считает, что наша природа находится в процессе постоянного становления и сотворения. Прабхупада. Не сотворение, а изменение. Но в определенном смысле человек может сотворить свою природу, если решит больше не меняться. Он может понять, что с ним происходят изменения, хотя сам он их не хочет. Человек сможет сформировать свою природу, если примет решение служить Кришне. Этого не добиться, просто отвергнув все и заявив в смятении и разочаровании, что вы ничто. Попытка свести жизнь к нулю, следствие скудости знаний. Ученик. Сартр понимает, что мы постоянно делаем выбор, но он считает, что со смертью все заканчивается. То есть, до самой смерти человек находится в процессе становления, а со смертью всему приходит конец. Прабхупада. Смерть означает смену одного тела на другое. Активное начало, на котором держится тело, не умирает. Смерть подобна перемене квартиры. Здравомыслящий человек способен это понять. Ученик. Хотя у человека нет иной определенной природы, кроме небытия, в представлении Сартра человек стремится стать Богом. Сартр пишет, быть человеком значит стремиться стать Богом. Или, если угодно, желание стать Богом лежит в основе природы человека. Прабхупада. С одной стороны он отрицает существование Бога, а с другой пытается им стать. Если Бога нет, как можно стремиться стать им? Как можно хотеть быть тем, кого не существует? Ученик. Он просто утверждает, что человек хочет быть Богом. Что касается существования Бога, то он предпочитает обходить этот вопрос стороной. Прабхупада. Но это же главный вопрос философии. Бог создал все, ваш ум, разум, тело, бытие и все, что вас окружает. Как можно отрицать его существование или обходить этот вопрос как несущественный? В ведах говорится, что вначале существовал Бог. И Библия утверждает, что вначале был Бог. В материальной вселенной и существование и небытие временны. В соответствии с законами материальной природы, в определенный день тело создается, существует какое-то время и в конце концов умирает. Все мироздание имеет начало, середину и конец. Но кто существовал до творения? Если не было Бога, то как с точки зрения логики могло возникнуть творение? Ученик. Как мы уже видели, большинство философов пытается разрешить этот вопрос. Прабхупада. Не все философы отрицают существование Бога. Однако большинство из них отрицает его личностную природу. Но мы понимаем, что Бог – начало всего, и все мироздание исходит из него. Есть Бог, есть природа и есть мы. Это одна большая семья. Ученик. Сартр не признает существование Создателя, в котором вещи в своей сути пребывали до творения. Он говорит, что человек просто существует, просто появляется. Прабхупада. Человек появляется благодаря отцу и матери. Как это можно отрицать? Не хочет ли он этим сказать, что свалился с неба? Только глупец может заявлять, что появился на свет без участия родителей. Из опыта мы можем понять, что все живые существа, к какому бы виду они ни относились, появляются от матери. Беря в целом, мы говорим, что матерью является природа. Но раз уж мы признаем мать, то должны признать и отца. Самое главное – знать, откуда ты пришел. Как можно обходить стороной этот вопрос? Ученик. Сартр считает, что основное желание человека – желание быть. То есть человек скорее стремится к бытию, нежели наоборот. Прабхупада. Это так. Поскольку душа вечна, человек хочет существовать вечно. Существовать всегда. К несчастью, он оказывается в таких условиях, которые не вечны. Он пытается удержаться в положении, которому рано или поздно придет конец. С помощью сознания Кришны мы достигаем вечного положения и остаемся в нем. Сартр считает, что человек хочет надежности. Его не устраивает простое бытие для себя. Он также хочет стать бытием в себе. Прабхупада. Ничто в материальном мире не существует вечно. Дерево может жить десять тысяч лет, но в конце концов и оно погибает. Сартр пребывает в поиске истинной духовной жизни. В Бхагавадгите Кришна говорит о другой природе, которая неизменно. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается неизменной. Бхагавадгита 8.20 После уничтожения материальной вселенной эта вечная природа продолжает существовать. Ученик. Это желание стать бытием в себе есть желание быть Богом, которое Сартр считает фундаментальным желанием человека. Прабхупада. Это очень напоминает философию Майявады. Майявадии считают, что обретя совершенное знание, они станут Богом. Поскольку человек является неотъемлемой частью Бога, он хочет воссоединиться с Ним. Он подобен человеку, который долго был вдали от дома. Естественно, он хочет вернуться домой. Ученик. Сартр считает, что эта попытка стать Богом обречена на провал. Прабхупада. Разумеется, она обречена на провал. Если человек — это Бог, то каким образом он превратился в кого-то другого? Само желание стать Богом означает, что в настоящий момент вы Богом не являетесь. Человек не может стать Богом, но он может обрести божественность. Находясь во тьме, мы стремимся к свету. Мы можем выйти на солнечный свет, но это не значит, что мы стали солнцем. Когда мы обретаем совершенное знание, мы обретаем божественность, но не становимся Богом. Если бы мы были Богом, не могло бы быть и речи о том, чтобы стать кем-то другим. Не могло бы быть и речи о том, чтобы пребывать в невежестве. Одно из имен Кришны — Ачюта, что означает «тот, кто никогда не утрачивает своего положения». Это значит, что он никогда не становится не Богом. Он всегда Бог. Нельзя стать Богом посредством какой-то мистической практики. Желание стать Богом бесполезно, поскольку обречено на провал. Ученик. Поэтому Сартра называет «человека тщетной страстью». Шрила Прабхупада. Человек не бесполезен, если он пытается стать сознающим Кришну. Стремление осознать Кришну и стремление стать Кришной — совершенно разные вещи. Первое имеет божественную природу. Второе — демоническую. Ученик. Далее Сартра делает вывод, что поскольку стать Богом невозможно, все остальное бессмысленно. Прабхупада. Это глупость. Вы не Бог, а слуга Бога. Вы решили попытаться стать Богом, но поняли, что это невозможно. Поэтому вам следует отказаться от этого намерения и попытаться стать слугой Бога, вместо того, чтобы служить Майе, иллюзии. Это будет верным решением. Ученик. Сартра делает вывод, что раз вещи не имеют никакого разумного основания, жизнь по большому счету бесцельна. Шрила Прабхупада. Ничто не может существовать без цели. И эту цель указывает верховное существо. Проблема подобных философов в том, что им не хватает мозгов, чтобы пойти дальше поверхностного восприятия. Они не способны понять причину всех причин. Многие современные ученые также говорят, что природа, прокритие – единственная причина существования. Но мы не разделяем эту точку зрения. Мы понимаем, что за природой стоит Бог. И природа не действует независимо. Природа – это мир явлений, но за ней стоит Бог, Кришна, недоступный нашему чувственному восприятию. В Бхагавадгите учения, подобные философии Сартра, называются демоническими. Демоны не верят в высшую причину и считают, что все происходит случайно. Они говорят, что союз между мужчиной и женщиной случайен, а их ребенок всего лишь продукт секса. Поэтому они заявляют, что существование лишено смысла. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и у него нет иной причины, кроме вожделения. Бхагавадгита 16.8 Философия такого рода называется демонической, потому что она имеет природу тьмы, невежества. Ученик По Сартру, бытие для себя – это человеческое сознание, которое субъективно, индивидуально, неполно и неопределенно. Это ничто в том смысле, что оно лишено плотности и массы. Прабхупада Из-за того, что он так материалистичен, его чувства не способны воспринимать ничего абстрактного. Согласно ведической философии, чувства и их объекты создаются одновременно. Если нет запаха, чувство обоняния ничего не стоит. Если нет красоты, какой смысл в глазах? Если нет музыки, уши бесполезны. Если нет чего-то мягкого, какой толк в осязании? Не может быть и речи ни о каком ничто. Должно быть взаимодействие. Ученик Поскольку суть человеческой природы – неопределенное ничто, Сартр полагает, что человек волен выбирать, быть ему трусом или героем. Все в наших руках. Прабхупада Если вас забросила в этот мир некая высшая сила, что вы можете поделать? Как вы можете стать героем? Если вы попытаетесь стать героем, вас будут бить еще сильнее, потому что вы здесь по воле высшей силы. Если преступник, находящийся под стражей, попытается стать героем, его и забьют, и увеличат наказание. На самом деле вы не трус и не герой. Вы инструмент, находящийся всецело под контролем высшей силы. Ученик Ну, а если на вас кто-нибудь нападет, в ваших силах выбирать, проявить ли героизм и защищаться или убежать. Прабхупада Нет ничего героического в том, чтобы защищаться. Это естественно. В таком случае даже собака, на которую нападают, является героем. Даже муравей может стать героем. Героизм и трусость – всего лишь измышление. В конце концов, вас контролирует сила, которая может сделать с вами все, что ей вздумается. Поэтому о том, чтобы стать героем или трусом, не может быть и речи. Ученик Предположим, что кто-то в опасности, и вы спасаете его. Разве это не героизм? Прабхупада Все, что вы можете спасти – это верхнюю одежду. Спасение одежды – это не героизм, это даже не помощь. Человек может считаться настоящим героем лишь в том случае, если он находится под полной защитой или наделен безграничными полномочиями. Таким героем может быть только преданный, потому что лишь Кришна может обеспечить нам полную защиту или наделить властью. Ученик Будучи свободным, человек подвержен тому, что Сартр называет плохой верой, разновидностью самообмана. Из-за плохой веры человек утрачивает и свободу, и ответственность. Прабхупада Разумеется, вы имеете некоторую ограниченную свободу выбора, но сделав неверный выбор, вы будете вынуждены страдать. Ответственности свобода идут рука об руку. В то же время следует уметь различать, ибо без этого наша свобода слепа, и вы не сможете отличить правильное от неправильного. Прабхупада Человек, исповедующий плохую веру, изо дня в день послушно плывет по течению, ни во что не вмешиваясь и избегая ответственных решений. Прабхупада Это значит, что его решение состоит в том, чтобы плыть по течению. Просто он принял решение плыть по течению. Ученик Сартр считает, что плохую веру следует заменить серьезным выбором и верой в этот выбор. Прабхупада А если его выбор неверен, какой тогда смысл в его действиях? Мотыльки отважно влетают в огонь, но хорошее ли это решение? Ученик Из-за плохой веры человек смотрит на другого не как на личность, а как на предмет. Сартр призывает исправить ситуацию. Прабхупада Он говорит о плохой вере, а как насчет хорошей веры? Ученик Если плохая вера – это уклонение от принятия решений, то хорошее значит смело принимать решения и следовать им, какими бы они ни были. Прабхупада А если решение неверно? Ученик Для Сартра не стоит вопрос о верном или неверном решении. Прабхупада Значит, какое бы решение я не принял, оно окончательно и абсолютно? Следовательно, решение мотылька влететь в огонь является правильным. Это философия насекомых. Если человек может делать все, что ему заблагорассудится, в чем же тогда его ответственность? Ученик Сартр считает, что судьба мира зависит от решений человека. Очевидно, что если бы человек делал верный выбор, мир стал бы лучшим. Прабхупада Поэтому мы и стараемся представить людям сознание Кришны. Это превратит мир в Вайкунтху, в место, где нет тревог. Но это не слепой выбор. Это выбор высшей власти. Следовательно, он совершенен. Ученик Многие называют философию Сартра пессимистической, поскольку он считает человека тщетной страстью, бесцельно борющийся за существование во Вселенной, лишенной смысла. Прабхупадан Может быть, Сартр и является тщетной страстью, но мы себя таковыми не считаем. Ни один разумный человек не бесполезен. Разумный человек будет следовать высшему авторитету. Такова ведическая цивилизация. Если человек обратится к истинному духовному учителю, его никто не сможет сбить с толку. Сартр слеп. И только поэтому полагает, что у Вселенной нет цели. Он не способен увидеть, что за всем этим стоит определенный план. Поэтому, как я уже упоминал, Бхагавадгита называет такую философию демонической. Все во Вселенной действует согласно какому-то плану. По плану восходят солнце и луна. По плану времена года сменяют друг друга. Ученик По Сартру человек одинок в мире, но если он является бытием для других, он не одинок. Чтобы осознать себя, он нуждается в других. Прабхупада Это значит, что человеку нужен гуру. Ученик Сартра говорит не о гуру, а о том, что для самопознания нам необходимо взаимодействие с другими людьми. Прабхупада Если это необходимо, почему бы не взаимодействовать с лучшим из людей? Если для познания себя нам необходимо общение, почему бы не общаться с лучшим из людей? Мы должны обратиться за помощью к человеку, обладающему знанием. Если вы воспользуетесь советом того, кто может наставить вас на верный путь, ваша жизнь увенчается славой. Таково наставление Вет. Тадвиджна Нардхамса Гуру Мэвапхи Гачхет Мундака Упанишат 1.2.12 Ученик Сартра считает, что в присутствии других человек испытывает стыд. Прабхупада Человек испытывает стыд, если им не руководит тот, кто находится на более высоком уровне. Если же вы действуете под руководством более возвышенной личности, вас ожидает слава, а не стыд. Тот, кто находится на более высоком уровне, способен привести вас к славе сознания Кришны. Продолжение следует...